Ни одна из воюющих стран не имела подобного самолёта. Ильюшин нашёл решение, как в одноместный штабовик, врастить броневой кабин стрелка. Так часто бывает со знаменитыми авиаконструкторами. Их фамилия опережает биографию. Ну, вот, к примеру, скажет кто-нибудь Ильюшин, и в голове сразу возникает ассоциация знаменитой Ил-2, один из главных самолётов Великой Отечественной, а ещё Ил-28, бомбардировщик, или Ил-62, пассажирский, дальнемагистральный, вон вдалеке Ил-14 и так далее и тому подобное. При этом их создатель – сын простого вологодского крестьянина, причём одиннадцатый по счёту. Ильюшина в зрелом возрасте так и будут называть. Мужик. Мужик, придумавший крылья, во многом определивший будущее всей советской авиационной промышленности. Сегодня самолёты Ил не только продолжают летать, но и служат напоминанием о великой эпохе конструктора. Эти кадры были сняты в 2012 году поисковиками фонда «Крылатая память Победы». Тогда в Мурманской области в озере был найден затонувший Ил-2. Машину подняли с 20-ти метровой глубины и отреставрировали. 65-67% оригинальных деталей. Начиная весь бронекорпус, стойки, лонжероны крыла, лонжероны центроплана. То есть это всё у нас родной с одной машины. Но самое невероятное то, что боевой самолёт стал не просто наглядной музейной моделью. Это реально действующая машина, которая поднимается в небо. Первые полёты, конечно, это очень эмоционально. То есть первые вылеты, подскоки, потом полёт, потом с выпущенными шасси, потом полёт с убранными шасси. Сергея Илюшина давно нет в живых, но его машины по-прежнему носят две первые буквы его фамилии. И продолжают летать, напоминая о человеке, придумавшем крылья и покорившем небо. Сегодня можно точно сказать, всё, что делал Илюшин в авиации, было отражением его характера и непростой судьбы. Позже в своей биографии он расскажет всего лишь об одном эпизоде из детства. Имущество моих родителей состояло из дома, лошади, коровы и мелкого крестьянского скарба. Земля, которую мои родители обрабатывали, состояла из двух душевых десятин, принадлежащих казне, за что оплачивался оброк. Тяжёлую физическую работу я стал выполнять очень рано, начав пахать землю, когда мне было всего лишь 12 лет. Здесь же, в период жизни в деревне, Илюшин приобщился к чтению. Он выучился читать сам по тем церковным книгам, что были в семье. Успел окончить три класса земской школы. Ему предлагали учителя, и местный священник пытался раздобыть денег на дальнейшее его обучение, потому что мальчик был явно талантливый. Феноменальная тяга узнавать всё новое сделает Сергея Илюшина не только конструктором высочайшего уровня. Те, кто знали его лично, отмечали невероятную начитанность и образованность. Илюшин полюбил в музыке именно Шаляпина, то, что он мог свободно цитировать с любого момента Евгения Онегина наизусть. Впрочем, всё это будет много лет спустя. Пока же Илюшину 15 лет. Мальчишкой он нанимается чистить сточные канавы на окрасильной фабрике. Работает извозчиком и чернорабочим. В 1910 году в поисках очередного заработка он устраивается землекопом на петербургский ипподром, который готовит к первому всероссийскому празднику воздухоплавания. Этот эпизод биографии станет поворотным в судьбе. Работая с землекопом, деревенский подросток впервые видит невероятные летательные аппараты, аэропланы. Но ещё больше его завораживают те, кто управляет крылатыми конструкциями. Но стать лётчиком он реализовать свою мечту не мог, поскольку нет образования. Во-вторых, лицо из-за низшего сословия. Значит, что? Нужно зарабатывать деньги и заканчивать какое-нибудь высшее учебное заведение. Ильюшин фанатично хотел летать. Но без денег и образования стать пилотом было невозможно, поэтому следующие пять лет он занимался самообразованием. Читал книги о самолётах и аэропланах. И, конечно, работал. К моменту начала Первой мировой войны он денег заработал на обучение. Последней его должностью был помощник машиниста стрелы-экскаватора. Экскаваторов в России было всего два. Один был покупной, один делался на Балтийском заводе. Вот одним из экскаваторов руководил Ильюшин. Казалось бы, ещё немного, и его мечта подняться в небо станет реальной. Но начинается Первая мировая. Сергея Ильюшина призывают в армию. Позже он скажет, мой путь в авиацию начался с двух бутылок водки. В пехотной роте, где Ильюшин служит штабным писарем, ему попадается бумага с требованием предоставить семерых солдат в авиацию. Ильюшин тут же подаёт запрос Фельдфебелю с просьбой о своём переводе и прикладывает к письму две бутылки. Здесь ему, на самом деле, очень сильно повезло, потому что, во-первых, он увидел, как переделывали самолёты Сикорского из гражданских, русский Витязь, в военные. И на всю жизнь, в общем-то, Ильюшин запомнил, что самолёты можно модифицировать. На аэродроме он работал помощником моториста и механика. Чистил и мыл хвосты самолётов. В 16-м году государь издаёт указ о том, что в лётные школы набираются лица низших сословий. Ильюшин, естественно, подаёт документы. А конкурс там был большой, даже по нашим меркам, 300 человек на место. Ильюшин прошёл. Став лётчиком, я по-прежнему вынужден был заниматься лишь техническим обслуживанием самолётов. Летать-то научили, а в один ряд с белой костью не поставили. К 17-му году Ильюшин лётную школу заканчивает, получает удостоверение на вождение самолётов. Но в этот момент случилась революция. Ильюшин теперь призывает в Красную армию. В этот период Ильюшин знакомится практически со всеми марками самолётов, которые в то время использовались в военных действиях. И многие из них даже пилотируют. Не имея специального образования, Ильюшин досконально знал и понимал устройство самолётов. В 21-м году он решил во что бы то ни стало получить высшее образование. На тот момент ему 27 лет. У него три класса церковной школы и гигантский опыт самоучки. В 26-м году окончил Академию имени Жуковского. И начал работать по авиационной направленности. В 33-м году ему удалось заинтересовать правительство. И было создано отдельное КБ. И в составе семи человек этот КБ начал существовать и разрабатывать конструкцию. Первый самолёт, который разработал малочисленный коллектив этого КБ, это был самолёт ЦКБ-26. К концу 30-х на вооружении советской армии было сразу несколько бомбардировщиков. Бомбардировщик-пикирующий, бомбардировщик-ближний, бомбардировщик-скоростной Ан-40. А вот дальнего бомбардировщика не было. Созданием такой машины занимались сразу несколько конструкторских бюро. ИКБ Сухово, ИКБ Туполево. Но самый лучший вариант предложил Ильюшин. Вот этот самолёт. О том, что у него большое будущее, стало понятно ещё во время испытаний, когда Владимир Кокенаки сделал на этой, прямо скажем, немаленькой машине петлю Нестерова. Для бомбардировщика тех лет события экстраординарные. Бомбардировщик произвёл ошеломляющее впечатление на товарища Сталина. В результате машину запустили в серийное производство. Ну, а известен он стал тем, что самолёты этого типа в августе 41-го бомбили Берлин. Это было полной неожиданностью для немцев, потому как Геринг в своё время, командующий ВВС Германии, обещал, что ни одна бомба не упадёт на Берлин. Впрочем, сам Ильюшин считал, что для ведения войны в небе нужна более совершенная машина. Она должна быть лёгкой, манёвренной и небольшого размера. Тогда в мире господствовала так называемая доктрина ДОУ. Будущую войну, считали, будет война авиации. То есть нам нужны бомбардировщики ближние и истребители. Задача бомбардировщика — перелететь границу, разбомбить производство, в первую очередь, противника. И всё, война закончена. Ильюшин считал, что будущая война неизбежна будет войной пехоты. И нам нужно иметь самолёты, которые могут ответить на бомбардировку нашей территории ответным ударом по территории противника. Ещё в конце 30-х, понимая неизбежность войны с Германией, Ильюшин предлагал двухместный бронированный штурмовик. Но ему отказали, заявив, что подобных самолётов в мире нет. Сравнивать такую машину не с чем, а значит, она не нужна. Конструктору разрешили заняться разработкой боевой машины, но поставили жёсткие условия — штурмовик должен быть одноместным. Ильюшин, он как умный конструктор, умный человек, он продумывал ещё на одноместном штурмовике возможность его модификации по двухместным. Так появился знаменитый Ил-2. К началу 41-го года с конвейера сошло три сотни боевых машин. Из недостатков — отсутствие стрелка и брони в хвостовой части. Ещё в полку лётчики начали ставить муляжи пулемёта, то есть из дерева изготовляли муляж, ставили в хвостовой части, чтобы как-то отпугнуть истребителей. Некоторые лётчики в полёт брали собак. И вот опытная собака различала на слух немецкие самолёты. И она лётчика предупреждала о приближении немецких истребителей, скулить начинала. В первых же боях советская авиация несёт чудовищные потери. Немецкие лётчики, зная слабые стороны самолёта, сбивают Илы, заходя в хвост. Ильюшин понимал, приказ создавать одноместные штурмовики стоит крови и тысячи жизней лётчиков. В то время как Илюшин пришёл с работы, сидел дома, приехал чёрный воронок. Илюшин уже готовился с вещами куда-то ехать, но оказалось, что его привезли на дачу Сталина. И Сталин сказал, у меня нет времени постоянно общаться, чтобы вы мне доказали, чем ваш проект лучше остальных проектов. Ну, давайте вы поживите у меня, и во время обедов и ужинов мы с вами будем обсуждать проект ваш. В результате конструктор получит разрешение на создание двухместного штурмовика. Не останавливая производство, не меняя технологию, он придумывает, как в одноместный самолёт врастить кабину стрелка. А дальше проявляется гениальная черта конструктора. Он закроет машину литой бронёй. Самолёт получался очень живучий. Возвращался и, получив огромное количество повреждений, вот есть фотографии весь изрешечённый, весь разбомблённый, но тем не менее возвращался и садился. Осенью 42-го года в небо поднимутся новые штурмовики Илюшина. Они пройдут всю войну и станут самыми массовыми боевыми самолётами в истории авиации. Советские лётчики назовут их «летающими танками», немецкие – «чёрной смертью». Один из лётчиков, который воевал на этом самолёте, прямо и чётко написал, что Илюшину можно было бы вставить памятник в виде золотого Ил-2. Я считаю, что это самая высшая похвала с точки зрения тех людей, которые воевали на этом самолёте. Ну и обычно говорят, что по статистике вроде много сбитых самолётов было, но ведь они и висели над полем боя постоянно. Ведь в отличие, допустим, от немецкого «Юнкерс-87», который считается тоже штурмовиком, он над полем боя не висел. Он, собственно говоря, с одного пикирования нес одну бомбу, бросал эту бомбу точно в цель на пикирование, и потом проходил, стрелял из пушек-пулемётов и уходил. Самолёты Илюшина действительно были очень живучими. И здесь уместно вернуться к показательной истории о найденном в 2012-м Ил-2. Машина вышла с конвейера в 1942 году и сразу приступила к боевым вылетам на Севере. «46-й штурмовый полк, он занимался штурмовкой аэродромов немецких, которые там находились в Луастаре и Северне. У нас задача была, конечно, помешать немецким кораблям, подводным лодкам топить наши конвои». В 1943 году, выполняя задание, пилот Ила принял бой с мистер Шмидтом. Штурмовик был сбит и совершил аварийную посадку на замёрзшем озере. «Скопинцев Валентин Михайлович, который управлял этой машиной, лётчик-лейтенант, успел скинуть бомбы, но, видно, один из снарядов 20-мм пушки «Герликон», вот попал в самолёт, да, и пробил броню». Штурмовик пролежал под водой почти 70 лет. Но когда пятитонную машину подняли, она оказалась практически цела. Сгнила только деревянная хвостовая часть. «Сохранилась краска, сохранились звёзды на крылье. Самое интересное, что ручка ходила, лопасти можно было провернуть. То есть потрясающая сохранность была самолёта». Четыре года ушло на реставрацию, прежде чем легендарный Ил снова поднялся в небо. Зимой 2018 года пришло приглашение из Берлина. Они очень хотели видеть наш самолёт. Несколько было предложений везти его на машине. А потом решили, что всё-таки как инвалид приезжать в Берлину, как не очень хочется в коляске. Решили, что лучше попробуем долететь. И летели по маршруту первого Белорусского фронта. То есть Калуга, Брянск, Минск, Варшава, Позналь, Берлин. И в Берлине этот красавец стоял на хорошем почётном месте и летал в топовое время в 12.30. Причём самое интересное, что немцы очень встретились с восторгом. Почему очень важно сохранять реально действующие образцы военной техники? Да просто потому, что именно благодаря ним можно узнать какие-то подробности, про которые в музее не расскажут. Поскольку это реально действующая рабочая летающая машина. Но вот видно след от выхлопных газов. Остался после последних полётов. Видно, что след этот проходит рядом с кабиной. И ладно, кабина лётчика. Она более-менее герметична. А вот кабина стрелка, она мало того, что не бронированная. Это дерево, а это вообще тонкий алюминий. Бронекапсул заканчивается здесь. Так вот, мало того, что стрелок был не защищён, он ещё и отстреливался от противника, когда вокруг него были выхлопные газы, то есть дышать нечем, и практически ничего не видно. Но пилоту тоже приходилось не сладко. Вот здесь находится радиатор водяного охлаждения, снизу радиатор масляного охлаждения. И там, и там температура выше 100 градусов. Поэтому в кабине было плюс 80. Более того, если одну из магистралей во время боя повреждали, раскалённое масло или кипящая вода попадали прямо на пилота. А ещё прямо под кабиной находится бак с топливом. Говоря об Илах, все однозначно отмечают практичность, надёжность, простоту и функциональность. Это действительно так. Во многом модели его самолётов отражали не только конструкторскую мысль, но и характер создателя. Трижды герой социалистического труда. Единственный лауреат семи сталинских премий. Генерал-полковник, инженер и академик. До конца жизни Ильюшин крайне спокойно относился к высоким званиям. Он был человеком строгим, требовательным и очень скромным. Он считал, что руководитель должен раньше всех приходить на работу, пусть всех уходить и быть в курсе абсолютно всего того, что на предприятии происходит, в том числе и проблем сотрудников, личных проблем, по возможности помогать их решать. Ещё в период создания конструкторского бюро Ильюшин очень внимательно подходил к выбору персонала. Работать с ним могли только лучшие выпускники советских вузов. К новичкам он обращался исключительно на «вы», не терпел небрежности и больше всего ценил преданность. Ильюшин предложил всем членам бригады дать друг другу клятву. Никогда в самолеостроении вы не уйдёте из АКБ, я не уйду на более высокооплачиваемые или более престижные должности. А всегда мы будем вместе строить самолёты. Внимание и заботу о людях, которые работали с ним плечом к плечу, Ильюшин считал, пожалуй, самым важным. В годы войны, понимая, как тяжело приходится тем, кто трудится на заводе и в АКБ, Ильюшин ввёл дополнительную продуктовую пайку. Её называли «Ильюшинский талон». Его редко можно было увидеть в кабинете. Конструктор предпочитал ходить по рабочим местам и лично смотреть за тем, как рождаются его самолёты. Знаете, когда одно дело работаешь просто там, а другое дело, когда руководитель, условно говоря, подойдёт, посмотрит твою конструкцию, ещё по голове погладит молодец, как бы крылышки на спине прорезаются. О том, что он не был кабинетным руководителем, говорит и рабочее место конструктора. Всё очень функционально и очень просто, вплоть до цвета стен. Изначально глубокий зелёный оттенок Ильюшин придумал для кабины пилотов, чтобы при длительных перелётах глаза лётчиков не уставали. Ну а потом попросил перекрасить в такой же цвет стены собственного кабинета. Сейчас рабочий кабинет Ильюшина – это музей. И когда попадаешь сюда в первый раз, может показаться, что кабинет был даже по современным меркам очень просторный. Но нет, для того, чтобы разместить все модели самолётов и другие экспонаты, кабинету пришлось присоединить несколько помещений, где раньше трудились конструкторы. Вот этого дверного проёма раньше не было. А сам Ильюшин работал вот здесь. Два стола, один рабочий, другой для переговоров, пара шкафов и, в общем-то, всё. Никакой мягкой мебели, диванов, кресел. Всё очень эскетично. Здесь была приёмная. Вот тут находился вход. А это якобы комната отдыха. Того дверного проёма тоже не было. Почему якобы? Когда очередная летучка или планёрка затягивались и собравшимся нужно было пообедать или поужинать, здесь накрывали стол, они просто перемещались из одного помещения в другое и еле не отрываясь от процесса производства. То есть Ильюшин даже в комнате отдыха работал. Его часто видели работающим до глубокой ночи. Фигура в окне, расхаживающая туда и обратно, означала Ильюшин придумывает новую машину. Всего при жизни конструктора было создано 11 серийных моделей. В его кабинете до сих пор висят оригинальные чертежи самых любимых. Здесь представлены два любимых самолёта Сергея Владимировича Ильюшина. Это компромовый чертёж самолёта Ил-2 и самолёта Ил-62. 62-й стал последней моделью, над которой конструктор работал лично. Эта машина – первый советский реактивный межконтинентальный лайнер. Для своего времени, а это 63-й год, разработка фантастическая. Если говорить о всех Ильюшинских конструкциях, эта конструкция, она наиболее что ли унтончённая. Вот есть понятие конструктивизма или сочетание размеров, вида, сочетание всего, что наработано. В своё время Туполев говорил, что если машина красивая, то она хорошо летает. Лайнер действительно получился уникальным. Вместимость – 180 человек. Просторный салон. Пассажиры могли ходить в полный рост. В салоне даже установили телевизор. Достоинства новой машины быстро оценили не только рядовые пассажиры, но и пассажиры из ряда вон выходящие. Долгое время именно Ил-62 был в Советском Союзе бортом номер один. До этого советские лидеры пользовались турбовинтовыми машинами. К примеру, вот на этом Ту-114 Никита Хрущёв в 1959 летал в Соединённые Штаты Америки. Где, кстати, после приземления случилась одна не очень приятная ситуация. Советская делегация несколько часов не могла покинуть борт самолёта, просто потому что у американцев не нашлось трапа подходящей высоты. Самолёт во всех смыслах нестандартный. Пришлось Хрущёву спускаться по лестнице, так сказать, спиной к нашим заокеанским партнёрам. После перехода на более типовой для того времени Ил-62 таких конфузов уже не случалось. Весной 70-го года Сергею Ильюшину исполнилось 76 лет. Тогда он решил частично отойти от дел, оставив за собой право курировать проекты АКБ. Транспортник Ил-76 – один из последних самолётов, выпущенных под руководством Ильюшина. Хотя, в общем-то, занимался этим проектом уже его преемник Генрих Новожилов, а Ильюшин только принимал финальные решения. Но его фирменный почерк здесь сразу угадывается. Во-первых, самолёт очень технологичный. Во-вторых, очень предрасположенный к различного рода модификациям, которых в истории Ил-76 было очень немало. Ещё одно достоинство, которое можно оценить даже вот так, чисто внешне. Здесь, в Монинском музее, большинство машин стоят на таких бетонных основаниях. А Ил-76 стоит вот просто на голой земле. Причём стоит он здесь довольно давно, уже лет 20. И видно, что за всё это время колёса в землю ушли совсем не глубоко, сантиметров на 20, максимум 30. А это значит, что вся его очень немаленькая масса очень грамотно распределена между всеми точками опоры. А для транспорта самолёта это очень важное обстоятельство. Этот самолёт может лететь порядка на 300 километров в час. Быстрее, естественно, востребованность в нём будет больше. Сейчас это основной транспортный самолёт наших военно-воздушных сил. По сути дела, Илюшин не только создал коллектив Илюшин, он создал ещё школу, которая работает до сих пор. И все конструкции самолёта, которые созданы ещё при нём, которые разрабатывались после него, по сегодняшний день. Это в конечном итоге работа школы Илюшина. От мальчишки из бедной крестьянской семьи до великого конструктора. От маленького КБ из 15 человек до крупнейшего авиастроительного концерна. Имя Сергея Илюшина до сих пор остаётся символом российской авиации. Он создатель легендарных самолётов-рекордсменов, название которых знает и помнит весь мир. Команда от винта и есть от винта, Взрывает тишину мотора в бой. Рукой махнул механик у борта, Сегодня мы летим встречать конвой. Когда земли полоска не видна, И холод бездны дышит под тобой, Который раз молюсь на свой ил-два, И на ребят, идущих следом в бой. КОНЕЦ